Напомню, 13 июня для туристов откроется Алаколь. В этом году отдыхающих примут более 200 зон отдыха. Ну а как работать в новых условиях, чтобы соблюсти все требования санбезопасности? Персонал гостиниц и пансионатов обучает группа специалистов. И сейчас туда приехала специальная комиссия, которая начала проверку. На прямую связь с нами по телефону выходит наш корреспондент в регионе Гульнар Жантасова. Гульнар, приветствую. Скажите, какая сейчас готовность у зон отдыха для того, чтобы принять туристов? Здравствуйте, Алмаз. Сейчас у нас в Алматинской области работают три мониторинговых группы, которые ездят по зонам отдыха и ведут разъяснительную работу. Сейчас ими уже обследовано около сотни туристических объектов. 50% из них еще не открылись. Они откроются только после 20 июня. В этот период мониторинговая группа свою работу продолжит. Сейчас, именно в субботу, примут туристов только четыре крупных объекта. Вместе с тем, каковы же требования и к туристам, и к персоналу гостиниц и пансионов? Такие. Справка на ковид не нужна. Здесь будут только требоваться ношение масок, перчаток, санитайзеры, социальная дистанция, конечно, в ресторанах, в местах отдыха. На побережье, конечно, люди маски носить не будут, но в шезлонгах должны друг от друга держаться на расстоянии. Также и в ресторанах. Если семья приезжает, то семья имеет право сидеть за одним столом, но между столами должно быть расстояние около двух метров. Так говорят специалисты. Дальше отмечу, что сейчас продумана и политика доставки туристов до зон отдыха. Они будут добираться до побережья в основном железнодорожным и воздушным путем. В день авиарейсов из Талдукургана в Ушарал и обратно будут совершаться четыре раза в день. Алмаз, у меня на этом все. У меня есть вопрос. Может быть еще какие-нибудь правила для предпринимателей новые появились или же для отдыхающих? Давайте подробно об этом. Для предпринимателей, конечно. Здесь самый главный персонал должен ходить сам в масках и в перчатках. Это главное требование. И также они будут следить за тем, чтобы и туристы выполняли все эти требования. Также в отелях будут установлены специальные туннели, через которые будут проходить посетители. Здесь же будут использоваться и тепловизоры. Если у человека есть температура 37 градусов, то его уже на территорию отеля просто не запустят. А что с погодой? Погода здесь отличная. Вода хорошая. Все хорошо. Побережье готово к приему. В смысле, Алаколь готов принимать отдыхающих. Самое главное дело за тем, чтобы все отели и зоны отдыха выполнили все требования, которые им предъявляются. Ну, будем надеяться, что казахстанцы этим летом все-таки отдохнут. Напомню, с нами на прямой связи была наш корреспондент Гульнар Жандасова. Мы идем дальше.